Настоящий итальянец для всего Советского Союза Тотто Кутуньо на этой неделе исполнилось 80 лет. Максим Красоткин прослушал произведение маэстро и попытался понять феномен спагетти-поп. Тотто Кутуньо, мой любимчик, мачо. Жизнь Венеры Гаспарян переворачивалась дважды после развала Союза и после концерта Тотто Кутуньо. Меня увидела Белла, Белла, моя Венера. Он любит таких упитанных. Худеньких не очень. В 90-е она переехала в Кишинев и открыла шашлычную. В 94-м сюда приехал Тотто Кутуньо. Вы никогда не снимались в кино? Я пианистка. Ту. А что это на фон? О, хорошо. Советских зрителей он очаровал задолго до этого. В 84-м, в первомайском праздничном концерте, который показывали по телевизору, прозвучала песня «Серенада». Песни настолько были классные, настолько полюбились своим мелодизмом. Вот этот неаполитанский мелодизм, итальянский, приятный совершенно нашему уху. И уже было неважно, что поется, о чем песня. Советскому зрителю итальянское исполнение пришлось по душе, и пусть мало кто понимал, о чем песня. Зато стоило произнести «Ла шата микантаре», и как в голове звучала знакомая мелодия. Кстати, с этой песни сеньор Кутуньо выступил в «Голубом огоньке» 86. Она высмеивала стереотипы об итальянцах, а припев переводился на русский, как «Сейчас спою». Эту песню должен был исполнить Адриано Челентано, но почему-то отказался. Автору пришлось петь самому, и композиции заняла на фестивале в Сан-Ремо первое место. Тодо Кутуньо писал хиты для многих известных исполнителей. Слава пришла к нему, когда Сальватору Кутуньо, это настоящее имя маэстро, было уже за 30. Хотя музыкой он увлекался с детства. Отец – военный моряк, любил играть на трубе и пристрастил сына. Впрочем, родители считали, что нужно иметь серьезную профессию, и отправили его учиться на бухгалтера. Что не песня, то хит выходила у Тодо Кутуньо каждый год. После исполнения на фестивале в курортном городе Сан-Ремо, Шлягер начинал путешествие по мировым хит-парадам, в том числе советским. Фестиваль полюбился зрителям. Итальянская культура, и также и французская культура, типа Досена, она соответствовала и продолжала нашу культуру. Поистине народный артист Советского Союза. В Союзе его любили, и он отвечал тем же. Он и после развала страны гастролирует по республикам. И везде свой. Вот в Беларуси он с песнярами. Вот в Грузии поет Сулико. А в Азербайджане народную песню Сарыгялин. А в Астане о женской красоте. Его отношения с женщинами – итальянская драма. С женой Карлой он познакомился на концерте. Но подарить детей не смогла. Аборт из-за угрозы жизни закрыл ей дорогу в материнство. Во время одного из перелетов у Тота прямо в самолете завязался роман со Стюродессой по имени Кристина. В этих отношениях родился сын Нико. Сейчас он помогает отцу в работе. Карла долго переживала, измену простила, приняла ребенка как своего. Но две женщины до сих пор не пересекаются. А Тота живет на две семьи. 64 года у него обнаружили рак простаты, и он его победил. Музыкант мог погибнуть в авиакатастрофе в Сочи вместе с ансамблем Александрова. Но перед полетом передумал менять свой концертный график. Когда я узнал о катастрофе, то возблагодарил Бога за то, что не принял приглашение ансамбля имени Александрова вместе выступить в Сирии. Думаю, это судьба. За свою жизнь он написал больше 300 песен. Точное количество не знает и сам. Но всегда исполняет их от сердца и с темпераментом, как подобает настоящему итальянцу, каким он сам называл себя даже в песнях. Максим Красоткин, Ольга Соловьева, Ирина Пивоварова, Александр Борейко и Руслан Багиров. Программа «Вместе». Продолжение следует...